МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Россия нанесла ракетный удар по Киеву в тот момент, когда там находилась делегация во главе с президентом ЮАР. Распоряжение Владимира Путина о создании Института по изучению поведения ЛГБТ-людей может привести к повсеместному применению в России, считающейся во многих странах пыткой так называемой конверсионной терапией, предупреждают правозащитники. Председатель Домского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Станина заявила о полном провале национального проекта «Демография». Также сегодня. Очевидно, что у нас есть достаточный объем активов, которые могут быть приватизированы для того, чтобы компенсировать потенциальное повышение налогов. Владимир Путин заявляет о благоприятной экономической обстановке в России. Герман Греф говорит о необходимости внешней приватизации. Киев сегодня подвергся самому массированному за последний месяц ракетному обстрелу. Командование ВСУ заявляет, что силам украинских ПВО удалось сбить шесть российских гиперзвуковых ракет «Кинжал», шесть крылатых ракет типа «Калибр» и два разведывательных беспилотника. Три человека получили ранения. Удар был нанесен в тот момент, когда в столице Украины находилась делегация из Африки, возглавляемая президентом ЮАР Сирилом Ромофосой. Цель поездки — представить украинскому президенту Владимиру Зеленскому совместный план ряда африканских государств по мирному урегулированию конфликта в Украине. В ближайшие дни с этим планом планируется ознакомить и Владимира Путина. По данным агентства «Рейтер», план включает в себя, в частности, приостановку действия ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом в Гаге, отказ от размещения ядерного оружия в Беларуси, смягчение санкций против России и отвод российских войск. Что имеется в виду под отводом войск, агентству «Рейтер» выяснить не удалось. Так или иначе, но ожесточенные боевые действия в Украине продолжаются. Обе стороны конфликта несут тяжелые потери, но линия фронта меняется мало. Если бы речь шла не о кровавом противостоянии, то можно было бы с иронией отнестись к заявлениям как российских, так и украинских официальных лиц по поводу того, началось ли или все-таки не началось ожидавшееся в последние месяцы большое контрнаступление ВСУ. Одни и те же чиновники иногда говорят прямо противоположное сказанному ими же ранее. В любом случае такого активного продвижения украинских войск, как в прошлом году под Харьковом, ожидать не приходится. Об этом говорит ветеран батальона ВСУ Айдар Евгений Дикий. Как как-то очень многим людям зашел в голову вот тот вот Харьков прошлого года, а абсолютно напрасно. Дело в том, что Харьковское чудо, вот оно действительно было чудом. Это было уникальное стечение обстоятельств, когда действительно удалось достигнуть полного эффекта неожиданности, и российские войска там вообще не готовились к обороне. Они почему-то, почему это уже их проблема? Но факт есть факт. Они вообще не предполагали, что там на них будет кто-то наступать. Вообще-то изначально по плану там начались довольно ограниченные локальные наступательные действия. Никто сначала не ставил там задачу освободить вот эти громадные территории. Там вообще-то ставилась задача километров на 30 отодвинуть россиян от Харькова, чтобы ствольная артиллерия перестала доставать до города. Вот просто прекратить кошмарение гражданского населения именно ствольной артой. Это вот вся задача, которая изначально ставилась, я точно знаю. А вот просто когда при этом первом ударе оказалось, что россияне держать удар не готовы, и они посыпались, разумеется, наше командование моментально этим воспользовалось, туда перебросили дополнительные резервы и дальше уже гнали, что называется, сколько видели. Но это уникальное стечение обстоятельств. И ориентироваться на него как на норму, это очень смешно и наивно. А вот я бы напомнил другой опыт прошлого года. И вот он сейчас повторяется только масштабированный в разы. Это именно Херсонская операция, где было абсолютно очевидно, что мы там будем наступать. Но, к сожалению, подготовка этого наступления требовала времени. И за это время россияне готовили там эшелонированную оборону. И в результате, когда 29 августа прошлого года началось наступление на Херсон, то за первых три дня удалось прорвать только первую из трех линий обороны, при этом понеся такие потери, что, в общем-то, прорывать следующие две линии уже просто не стали. Вот дальше пришлось менять полностью стратегию. Единственное, пришлось выдавливать россиян путем перебивания их коммуникации. Ну, на правобережной Херсонщине это было удобно, потому что там были всего четыре моста. Вот когда ты берешь под контроль эти четыре моста, то, в общем-то, россияне оказываются на острове. Что и было в итоге реализовано. Мнение ветерана батальона ВСУ Айдар Евгения Дикова. Союзники Украины продолжают предоставлять ей различные виды вооружений и боеприпасы, но по поводу того, когда эти вооружения и боеприпасы могут быть применены, сохраняется большая неопределенность. В контексте планов наступления ВСУ много говорилось, к примеру, о важности достигнутой еще в мае договоренности о поставках украинским ВВС истребителей F-16. Однако сроки обучения управлению этими видами самолетов говорят о том, что в ближайшие месяцы украинские пилоты выполнять на них боевые задачи не смогут. Это после очередной встречи в формате «Рамштайн» в Брюсселе подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников. Мы дождемся программы, которая будет утверждена, мы договорились об этом вчера, на полях «Рамштайна». Будет писаться программа тренировочная, будут четко понятны все этапы, и мы будем примерно понимать, когда по задуму инструкторов они выйдут на понимание, что мы готовы. Когда я увижу эту программу, я сможет говорить, ага, это столько-то месяцев возьмет. Потому что сейчас мы с вами скажем ожидание нашим слушателям 6 месяцев, а через 6 месяцев в один день не полетит самолет, сейчас как-то взрада, ну все. Мы не оправдали ожидания. Это минимум с нового года. Не раньше. Говорил министр обороны Украины Алексей Резников. Это фрагмент его эксклюзивного интервью телеканала «Настоящее время». Полностью это интервью можно найти на сайте телеканала currenttime.tv. Вы слушаете «Время свободы». Владимир Путин поручил создать на базе Федерального центра психиатрии институт по изучению поведения ЛГБТ-людей. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко во время заседания Государственной думы, на котором рассматривался законопроект о запрете в России смены пола. Позднее документ был единогласно принят в первом чтении. Издание «Медуза», ссылаясь на представителей ЛГБТ-сообщества, отмечает, что, цитата, «заявление Мурашко может свидетельствовать о том, что в России хотят внедрить насильственную конверсионную терапию. Это комплекс лженаучных, насильственных, психологических и физических практик, с помощью которых якобы можно вылечить негетеросексуальную ориентацию». В ООН такие методы приравнивают к пыткам. Отдельного внимания заслуживает выступление на обсуждении закона о запрете смены пола вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Оказывается, закон принимается не только ради защиты так называемых традиционных ценностей, но и ради тех, кто воюет сейчас в Украине, ради борьбы со сверхдоходами некоторых врачей, прошедших, как подчеркивает Толстой, подготовку в западных странах, где часто лечатся в том числе и высокопоставленные российские чиновники и их родственники. Вот послушайте, даже поддержавший в целом закон министр Мурашко выглядел несколько растерянным. «Россия после начала специальной военной операции изменилась. И те ребята, которые сегодня защищают с оружием в руках нашу страну, они должны вернуться в другую страну, не в ту, которая была до начала специальной военной операции. Хочу сказать, что, к сожалению, в России число случаев смены пола растет. По данным МВД, с 2016 по 2022 год 3000 человек поменяло пол. Фактически это можно сегодня сделать на основании простых медицинских справок, учет их не ведется, они выдаются практически во всех частных клиниках России. К сожалению, Министерство здравоохранения не знает о том, сколько таких операций проводится. Цена услуги не превышает 30 тысяч рублей. Значит, вот этот диагноз, о котором нам говорят уважаемые врачи, который звучит «транссексуализм», он относится к расстройствам половой идентификации. Помимо прочего, является основанием для признания гражданина негодным к военной службе. Нельзя забывать и о том, что сменив пол одному из партнеров, гомосексуальная пара получает право усыновить ребенка. Такие случаи, к сожалению, в России тоже уже есть. Наличие трудиментарных норм – это результат работы некоторых чиновников в международном пространстве, например, с Всемирной организацией здравоохранения, с ее международной классификацией болезни 10 и международной классификацией болезни 11, которая сейчас по-прежнему по инерции признается и внедряется к признанию правительством Российской Федерации. В этих классификациях все извращения являются нормой. Это вершина айсберга, то, о чем я говорю. Западная индустрия трансгендеров пытается таким образом просочиться в нашу страну, так вот проломить окно для своего многомиллиардного бизнеса. В России уже существует развитая сеть клиник по смене пола. Она включает в себя так называемые трансфрендли врачи и трансфрендли психологи. Действует это все при активной поддержке ЛГБТ-организаций. Правда, в последние полгода они сменили свои названия на более, может быть, безобидные. И уже сегодня это доходная, очень даже доходная сфера медицинских услуг. И понятно, почему целый ряд медиков эту сферу так яростно защищает, прикрываясь академическими знаниями, полученными в том числе за рубежом во время обучения в Соединенных Штатах и в других странах. Итак, в сохранении традиционных ценностей Петр Толстой видит успешное будущее России. Я привел его выступление с некоторыми сокращениями, но цифра там прозвучала только одна. Это 3000 операций по смене пола с 2016 по 2022 годы. Это 500 человек в год в среднем. И это немало, учитывая, какие чудовищные последствия будет иметь закон для тех, кто действительно нуждается в операции по смене пола. Но на демографической ситуации в целом по России, согласитесь, такой закон заметно сказаться не может. И я мог бы привести комментарии специалистов, но, как мне кажется, достаточно послушать тоже выступившую в Думе председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нину Астанину. Она, рассказывая о полном провале нацпроекта «Демография», цифр привела гораздо больше и причем постоянно оговаривалась, что в них нет политической составляющей. Вывод об эффективности национального проекта «Демография» сделать очень легко. Сравниваем цели и результат конечный. Во всяком случае, за три года. Итак, две главные цели. Первое – это устойчивый рост численности населения. Второе – это увеличение продолжительности жизни. Вот два показателя. Данные об убыли нашего населения с начала года минус 189 тысяч. И самые низкие с начала 21 века показатели рождаемости. В сутки 3204 ребенка. Такого никогда не было, повторяю, с начала 21 века. Вот если такими темпами мы будем рождаться и умирать, то минус 600 тысяч в 2023 год, минус 600 тысяч имели в прошлом году, 21 год – минус миллион, поэтому показатель первый – устойчивый рост численности населения, прирост, с этим показателем национальный проект «Демография» не справляется. То есть, по сути дела, это приговор проекту, а не итоги его деятельности. Второй показатель – продолжительность жизни. Задача ставилась – 24 год – 78 лет. 21 год – мы имеем 70 лет продолжительности жизни. С точки зрения прогнозов наших демографов – 24 год – 68 лет. Это средняя продолжительность жизни мужчины – 65 лет. Порадуется единый фонд социальный, потому что некому будет платить эти пенсии. Это был фрагмент выступления в Государственной Думе председателя Думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной. Неудивительно, в общем-то, что при такой убыли населения, тем более во время войны в Украине, требующей и огромных людских ресурсов, в России сейчас рекордно низкая безработица. О том, что она низкая, с гордостью говорил в своем выступлении на экономическом форуме в Петербурге президент России Владимир Путин. Путин сыпал цифрами экономического роста в России, развития внешней торговли, внутреннего туризма, эффективности банковской системы и неэффективности экономических санкций против России. Заявлял о повышении минимальной заработной платы, призывал убрать препятствия для нормальной работы бизнеса. С этим оптимизмом несколько диссонировало заявление в кулуарах форума главы правления Сбербанка России Германа Грефа о том, что в России, видимо, стоит провести внешнюю приватизацию. Очевидно, что у нас есть достаточный объем активов, которые могут быть приватизированы для того, чтобы компенсировать потенциальное повышение налогов. Мне кажется, это достойная цель. И дефицит бюджета не будет личным. Из 2-3 года, я думаю, что приватизация не должна бы поддержать доходный бюджет. Это был глава правления Сбербанка России Герман Греф. Мне кажется, не нужно быть экономическим аналитиком, чтобы понимать, если государство нуждается в приватизации, то дела с дефицитом государственного бюджета обстоят не слишком хорошо. За комментарием по поводу заявления Германа Грефа я обратился к обозревателю Радио Свобода Максиму Бланту. Ну, имеется в виду, что внутреннюю приватизацию проводить довольно бессмысленно. Уже все, кто мог что-то купить, это либо государственные компании, либо так называемые олигархи, они уже купили все, что хотели. Более того, государство продавать сейчас бессмысленно, потому что источник денег у него все тот же, что и у Министерства финансов. Фактически я настаю на том, что это печатный станок. Поэтому для того, чтобы хоть как-то компенсировать вот эту диспропорцию в финансах, которая возникла, как говорят, особенно в первом полугодии этого года, Греф предлагает продавать это внешним инвесторам. Ну, какие внешние инвесторы имеются в виду, сейчас более-менее понятно. Да, это Китай, Индия и арабские страны. Те, у кого есть деньги на то, чтобы что-то покупать. Но я не думаю, что вообще эта постановка вопроса сейчас актуальна, потому что совершенно непонятно, что именно собираются продавать. Ну, не танковые же заводы китайцы, да, у них свои есть. Или арабы. Да и никто и не продаст. Это вообще отличная история и отличная идея для России после Путина. То есть, может быть, конечно, Герман Оскаревич живет в каком-то отдельном мире, в будущем, в далеком. Как некогда жил Дмитрий Анатольевич Медведев, потом он, правда, скатился в далекое прошлое. И да, наверное, если бы вся вот эта история с войной и правлением Владимира Владимировича Путина закончилась, имело бы смысл говорить и о внешней приватизации, и о внутренней приватизации, и вообще о новой приватизации. Но прежде чем всем этим заниматься, нужно для начала выстроить институты и прежде всего разрушенный за последние 20 с небольшим лет институт собственности. Напомню, что правление Путина началось отчасти с пересмотра итогов приватизации, потом разрушения компаний, потом были американские компании, которых выдавили из соглашения в разделе продукции. Сейчас что-то покупать у России и на территории России, на мой взгляд, даже для китайцев, это довольно высокий риск. Потому что в той политической неопределенности, в которой существуют нынешние правительства, никто не даст никаких гарантий, достаточных, скажем так, гарантий, что все это не закончится через год, два или даже пять. Поэтому все это разговоры, пустые разговоры в пользу бедных, примерно как разговоры о том, чтобы передать часть государственных функций искусственному интеллекту. Идея гениальная, здравая, и можно было ее продвигать гораздо раньше, даже до появления искусственного интеллекта, просто перевести ряд государственных функций на алгоритмы, понятные, открытые и гораздо более прозрачные, чем искусственного интеллекта, у которого еще неизвестно, что внутри там зарыт такой черный ящик. Какие решения он будет принимать на основании какого обучения тоже. А вот простые алгоритмы и понятные, самое удобное, что могло бы быть. Но опять же, да, это не про нынешнюю власть, которая с 12-го года как перешла в ручное управление страной, так она из него и не вышла до конца. А в этом ручном управлении никакие слова, никакие гарантии, ничего не стоит. Поэтому глупости. Можно за бесплатно, конечно, что-то раздать, но главную цель наполнения бюджета это не выполнят. Наконец, последняя ремарка по поводу того, почему именно внешнее. У России в первом полугодии резко ухудшился платежный баланс. То есть, если в первом полугодии прошлого года за счет высоких цен на газ, нефть, другое сырье, российская экономика получила огромное дополнительное влияние валюты, то сейчас с валютой становится как бы не очень хорошо. Она очень нужна, между тем, потому что под все разговоры о параллельном импорте, о импортозамещении на том же питерском форуме были озвучены цифры о том, что самые популярные автомобили, которые сейчас начали продаваться в России, это три китайские марки. Если год назад было две корейских и одна российская автоваз, то сейчас автоваз уже даже не конкурент. Фактически, обеспечивать хоть какое-то технологическое присутствие на российском рынке необходимо. Необходимо снабжать оборонку всем тем, без чего она не может запускать ракеты. Недавно украинцы жаловали, что 40-50 компонентов в сбитых ракетах являются импортными. Поэтому валюта нужна. И вот эту задачу, наверное, можно было бы решить. Но опять же, нужно понять, что продавать. Просто землю. Ну, как бы, наверное, китайцы заинтересуются. Но они и без этого вполне могут осваивать Дальний Восток и Восточную Сибирь. Поэтому не ко времени все эти разговоры. Заявление Германа Грефа о необходимости внешней приватизации в России комментировал наш экономический обозреватель Максим Блант. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 16 июня. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Широко известно, что уже упомянутый мной экономический форум в Петербурге, проводимый в «Дни белых ночей», – одно из любимых мероприятий Путина. Раньше на форум приезжали лидеры государств с крупнейшими экономиками в мире, представители ведущих компаний и корпораций. В этот раз состав участников из других стран очень, мягко говоря, скромнее. А сам форум «Злые языки» окрестили не петербургским, а попсовым экономическим форумом. Вот несколько картинок. В день выступления Путина был отключен мобильный интернет. Как признал Дмитрий Песков ради защиты от возможных атак беспилотников, во время встречи Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов был перекрыт подход к стендам других стран, что сорвало планировавшиеся иногда месяцами деловые встречи и презентации. На форуме можно было увидеть накачанных десантников под звуки песен певца-шамана, рвущих теннисные мячи. Тот же Герман Греф дважды безуспешно пытался завести презентованный на форуме автомобиль «Лада Аура» и потом разочарованно вылез из машины. Вот этот фрагмент. Кнопку «Открыть» нажмите, пожалуйста. И тормоз. Не-не-не, все на месте, Максим Ильич. Не заводится? Ну, это прототип, подождите. В прислужбе «АвтоВАЗа» заявили позже, что у машины сработала система защиты. Партия ЛДПР презентовала обещанную после смерти Владимира Жириновского Леонидом Слуцким нейросеть «Жириновский». Вот как нейросеть ответила на вопрос об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект может править миром. Искусственный интеллект – это опасная игрушка, которая может привести к гибели человечества. Пусть лучше миром правят настоящие люди, а не какие-то машины без души. Владимир Вольфович ответил бы так. Искусственный интеллект. Нет, спасибо. Я не доверяю этим роботам и компьютерам. Пусть люди решают свои проблемы сами. Мне все это показалось неубедительным, но, кстати, ответ нейросети по поводу Украины мне понравился. Хоть немного, виртуальный Жириновский назвал Украину политическим болотом, полным русофобов, но посоветовал дать ей возможность самой решать свои проблемы. Выступил на форуме генеральный директор российского первого телеканала Константин Эрнст. Он жестко прошелся по Голливуду, между делом задев зачем-то киностудию имени Горького. С одной стороны, Голливуд действительно величайшая киномашина мира, с другой стороны, Голливуд последние 15 лет производит такое количество дерьма, что, в общем, может соревноваться со студией Горького 1972 года. Причем, притом технологически все хорошо. Я имею в виду, так сказать, внутреннее качество контента. Потому что была сделана поправка на успех в прокате, а в прокате были продрузки. И кино стало подростковым, и поэтому все серьезные люди ушли в производство сериалов. Это был генеральный директор российского первого телеканала Константин Эрнст. Остается только добавить, что в 1972 году на киностудии имени Горького был снят всеми любимый фильм «О зоре здесь тихие». Игравшая в нем депутат Госдумы Елена Дропека, наверное, обиделась. Комедия «Печки-лавочки», в которой сценаристом, режиссером и исполнителем главной роли выступил Василий Шукшин. Помните там неподражаемого Георгия Буркова, сыгравшего вора в поезде. А с 1971 по 1973 годы на студии Горького снимался, внимание, сериал «17 мгновений весны». У Эрнста, наверное, зуб какой-то на студию Горького, может быть, как-нибудь расскажет. В Грузии компания Coca-Cola Bottlers Georgia, владеющая в стране местной сетью ресторанов McDonald's, оказалась в центре громкого скандала после того, как бдительные родители заметили в подарочном комплекте для детей брошюру, рассказывающую о личной жизни певца Элтона Джона. Об этой истории рассказывает наш тбилисский корреспондент Георгий Кабаладзе. Организация «Союз православных родителей Грузии» метает гром и молнии после того, как в эфире проправительственного телеканала «Имэйд» вышел сюжет о брошюре, который рассказывает о личной жизни Элтона Джона. Дети получали эту брошюру вместе с детским меню в качестве подарка. В частности, в тексте говорилось, что Элтон Джон стал суперзвездой, которого полюбили миллионы, но как только заканчивалось шоу, он чувствовал себя очень одиноко. Он стал питаться правильно, высыпаться и ухаживать за собой, стал одним из самых успешных соло-исполнителей, женился и вместе с супругом Дэвидом, а также двумя сыновьями, создал семью, о которой всегда мечтал. Это была цитата. Сюжет телекомпании «Медиа» вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Но в первую очередь стоит отметить заявления представителей партии власти. В ходе дебатов многие депутаты отправящей партии «Грузинская мечта» расценили появление брошюры как «глобальную провокацию неких темных сил, действующих от имени США, якобы заинтересованных в том, чтобы Грузия не получила статус кандидата в члены ЕС в декабре нынешнего года». «Не забывайте, что вы тут в гостях!» заявил проправительственный депутат Дмитрий Хундадзе, обращаясь почему-то к посольству США. «Грузинская мечта во многом опирается на консервативное большинство грузинского общества, и некоторые ее представители культивируют мысль, якобы определенные силы в Брюсселе и Вашингтоне требуют узаконения в кавказской стране однополых браков как условия предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС, что абсолютно не соответствует действительности. В мае 2013 года, во Всемирный день борьбы против гомофобии и трансфобии, десятки тысяч разъяренных мужчин во главе с иерархами церкви гонялись за дюжины трансгендеров на Центральной площади Свободы и были готовы их просто разорвать в клочья. Полиция еле успела эвакуировать участников небольшой гей-акции. А 5 июля 2021 года толпа религиозных фанатиков сорвала гей-парад на Центральном проспекте Руставели, избивая журналистов, да и просто людей, выделяющихся своей внешностью. На таком социальном фоне информация о брошюре с Элтоном Джоном и его партнером не могла не вызвать ожесточенных дебатов. Тем не менее, владелец компании Coca-Cola Bottlers Georgia Тимур Чхонья, по праву считающийся одним из самых успешных грузинских бизнесменов, хотя и распорядился изъять брошюру из детского меню, но написал на своей страничке в социальной сети, что никакая брошюра сама по себе не может нанести вред детям. Тем не менее, смыслы большинства публикаций заявлений консервативно настроенных пользователей социальных сетей очень похожи на культивируемые властями современной России. О якобы вреде некой гей-пропаганды для детей. Так считает, например, филолог, диссидент советской эпохи Леван Бердзенишвили. Я думаю, что это просто повод для нынешних властей, потому что они все ищут, ищут такие поводы, чтобы утвердиться в качестве новых консерваторов. Это их последний шанс. И я думаю, что они идут по русской тропе, потому что это только в России и в некоторых других странах вообще рассматриваются некоторые вещи как пропаганда. Отметил профессор Бердзенишвили. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода» Тбилиси. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.